Ежегодно Международный туристский форум собирает представителей туриндустрии из различных регионов России. Деловая программа состояла из дискуссионных встреч и обучающих мастер-классов. Впервые на площадке форума прошло еще одно крупное мероприятие – Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов. Во время переговоров участники форума решают вопросы, которые в итоге повышают эффективность работы компаний в сфере туристических услуг. Но, как и в любой отрасли, не обходится без проблем. Сегодня вопрос, над которым ломают головы эксперты – совершенствование внутреннего туризма. Теперь нужно обращаться к качеству, расширению сферы услуг, обеспечению конкурентноспособности, потому что наши зарубежные коллеги тоже не дремлют. И даже внутри страны мы должны обеспечить доступный, адекватный, ликвидный турпродукт. Что касается Краснодарского края, наш регион – один из лидеров по объему внутреннего туризма. И все благодаря реализации целого комплекса мероприятий. Если в 2012 году количество отдыхающих на курортах края составляло чуть более 11 миллионов человек, то на данный момент уже больше 18 миллионов. Увеличению туристического потока способствует краевая программа «Южная здравница», разработанная в 2017 году. Она уже признана одной из лучших практик по оздоровлению в России. В ней участвуют санаторно-курортные организации, предоставляющие лечебно-оздоровительные услуги с хорошими скидками. Таким образом, отдых на курортах нашего региона стал доступнее, а санатории и пансионаты получили возможность круглогодичной загрузки. К продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края поспособствовала и грамотная реклама. Так, например, Сочи принимает активное участие в международных и всероссийских выставках в регионах. Совместно с Ростуризмом запланировали на следующий год участие в четырех международных туристских крупных выставках. Помимо этого, планируем с нашими федеральными туроператорами поездки по регионам нашим с презентацией туристских возможностей Сочи. Такие выездные презентации Сочи проводит последние несколько лет. В регионы едут не только чиновники, но и представители крупных турфирм и санаториев. Рассказывают и показывают, что предлагает курорт летом, зимой и в межсезонье. Объясняют, как можно сэкономить, используя различные программы. Выставочная экспозиция есть и на площадке нынешнего международного туристского форума. Она традиционно собирает ведущие предприятия индустрии гостеприимства России и стран ближнего зарубежья, а также транспортные, страховые, сервисные компании и других представителей рынка туруслуг. Здесь тоже обсуждают проблемы и перспективы туризма, а еще заключаются прямые договоры на сезон 2020 года. Здесь у нас основная задача, чтобы туроператоры федеральные еще раз нас увидели, еще раз пообщались с нашими всеми гостиницами, отелями. Я надеюсь, что этот форум достойно пройдет и все-таки мы увеличим еще наш турпоток. На международном туристском форуме побывала и делегация из английского Челтенхэма, города-побратима Сочи. Я очень горжусь нашими побратимскими связями с Сочи. Мы поддерживаем дружеские отношения уже на протяжении 60 лет. И в этом году приехали на празднование Дня города. Сочи – замечательный город с хорошо развитой туристической инфраструктурой. Здесь отличные лечебные ванны, и многие жители Англии с удовольствием сюда приезжают на отдых. И наши дружеские отношения поддерживаются не только обменом туристами, но и разными проектами. Так, например, уже в следующем году планируется провести товарищеские матчи между футбольными командами Сочи и Челтенхэма. Ну а сейчас впереди зимний сезон, и, по словам туроператоров, спрос на горнолыжный отдых будет повышенным. Ожидается больше миллиона туристов.